Приветствую всех! Очередной пленой из агрегатного завода Вы из агрегатного завода? Да, я из агрегатного завода Представься, пожалуйста, в камеру разбитого самсунга Я... Не важно, не важно Дата рождения? Не важно, не важно 77-го года рождения Город рождения? Город рождения Не важно, не важно Это Беларусь Вы гражданин какой страны? Гражданин республики Беларусь Но проживал с 15-го года в Санкт-Петербурге По национальности вы? По национальности я Беларусь Поверят? Католик, катализм Катализм? Да, католик Католик у нас, наверное, это впервые на канале Ну, я думаю, будет интересно Ты даешь согласие на запись и публикацию нашей беседы? Естественно, мне скрывать нечего Ты хочешь рассказать правду? Конечно С нами еще есть человек в Балаклаве по традиции Представься, пожалуйста Здравствуйте, мой позывной КЭС Я командир подразделения ЮНГ Этого товарища мы взяли на нашем фланге в плен Да, это одно из подразделений Тимура Которые проводили освобождение и зачистку агрегатного завода Так, что нам надо сейчас сказать Ты беларусь? Да, я беларусь Жена дети? У меня есть гражданская жена в Беларуси Почему гражданская? Ну, потому что мы с ней не прописаны Нам удобно было так жить Я говорю громко, потому что у нас колхоз Всего два микрофона А у меня без микрофона Если кто-то знает радиопетлички на 3 или 4 Напишите модель, какую я в комментариях найду Дети есть? Да, есть дети у меня У меня есть дочь Дочь, это от этой жены? Да, это от этой жены Это она единственная, одна была с самого начала Да Почему вы официально не расписались? Ну, как-то не успел я Не основательно подходил к этому всему Она получает пособие как мать-одиночка? Нет, я ей постоянно помогал финансово А теперь честно? Честно говоря, я постоянно ей вышла И ты помогал финансово Но при этом она от стороны получает пособие как мать-одиночка? Она работает Я понимаю, но помимо работы есть помощь от страны Помощь от страны? Конечно Мать-одиночка, я даже не владею этой информацией Вы поняли ответ на этот вопрос Я думаю, что он такой и есть Потому что не иметь возможности 15 минут расписаться Ну, такая себе А сколько ребенок у лет? 11 Вы за 12 лет не нашли 15 минут зайти в ЗАГС? Мы не считали нужным расписаться А почему? Ну, я не хотел расписаться А она? Нам было удобно так Нет, мне интересно мать У меня есть ребенок, я расписан У меня... Извините, нам просто было удобно так жить И мы так жили Все, понял, хорошо Есть объяснение? Не знаю А кем ты по образованию кто? Я автослесарь по иномаркам Есть такая специальность именно по иномаркам? Именно по иномаркам есть А что ты закончил? У меня белорусский БЦПТ в колодищах Белорусы у нас редко, поэтому интересно, расшифруй Белорусский Центр Переподготовки и Трудоустройства Там я обучался в колодищах на автослесарь по иномаркам Получил там четвертый разряд Когда ты закончил школу в этом году? И сколько классов? В 94-м году я закончил В 94-м году закончил школу, сколько классов? 9 классов Когда ты поступил на обучение на авто? В 96-м году Два года что ты делал? Было в армии В армии кем был? В армии я служил в ракетных войсках, ПВО ПВОшная часть, где она была? В Барановичах Батька ты п***, потому что с Барановичей много прилетело к нам Да? Не знаю уж сколько к вам пришло Да, напишите п***, он один п***, короче У меня отношение к белорусам такое сильное У нас можно материться Критик извини, но ты знаешь, как я отношусь к белорусам, потому что я сам жил недалеко У меня село было под оккупацией Я выхожу на огороды, мог поставить на территорию Беларуси Рядышком? Рядышком, можно поставить, грубо говоря, вот так было видно Был ты? Не, не был Добрянка там рядом? Не, не было Не важно Хорошо, служил в армии в ПВОшной части Сколько ты учился на автомеханик по Иномаркову? Полгода я проходил курс обучения И все? Да, и все И потом была практика И больше никакого образования у тебя нет? Дальше я начал работать в штрафной отрасли Но это уже Подожди, сейчас мы дойдем С состоянием на сейчас у тебя нет никакого образования, кроме девяти классов? Да Во, так мышь про правду Ну да Мышь, нам уже интересна правда Потому что одно дело там Все же знают этих бесед Чтобы понять правду, чтобы понять мотивы, как ты оказался на войне Как ты воспитан был Братья есть, сестры? Сестра есть Старшая, младшая? Старшая Чем она занимается? Она работает главным бухгалтером А где? В Волковойске Где? В Волковойске Она там живет, у меня своя семья Понял, а родители твои? Мама моя живет Мама на пенсии Ага, кем работала всю жизнь? Работала постоянно мастером Потом старшим мастером Мастером чего? Посмотри, можно быть мастером штукатуром Можно быть мастером настройки Мастером настройки Нет, в дерево обрабатывающей отрасли она работает Понял, а батя? Отца у меня нету Умер в 90-м боль Причина смерти? Несчастный случай Нет, не алкоголин Что такое несчастный случай? Упал из здания С третьего этажа выпал Как это можно выпасть из третьего этажа? Смотри Людей, с которыми я поговорил Так повернись чуть-чуть сюда Ты не туда, не обращай внимания У нас беседа Их уже там больше тысячи Я в них разбираюсь К сожалению Лучше бы я вас не знал Никого Мне интересно Не то, как ты попал в плен Потому что там по сути Понятно, как ты попал Интересна ваша судьба Жизнь до войны После войны Почему? Ну это же не нормально Когда человек выпал с третьего этажа Я так понимаю Ну конечно не нормально Нет, его не столкнули Он был в алковольном пенении И выпал Что я это говорю? Он злоупотреблял алкоголь? Иногда было такое, что Когда военнопленный говорит Иногда было Мы говорим о том, что Было постоянно Потому что так у нас бывает Смотрите Я смогу сказать, что ты не из благополучной семьи? Нет Почему у тебя нет образования? Хотя бы ПТУ Хотя бы Потому что даже у русских короче есть Это трэш Я пошел в армию С армией Я пошел сразу работать Поэтому Ты с армией мог пойти в ПТУ Вечерняя В колледж Куда угодно И получить какой-нибудь диплом Я понимаю, но мне опять же Было это не очень интересно Я просто трудолюбивый человек И мне нравилось работать Меньше учиться Как ты закончил 9 классов? Средний был 3-4 Ну напишите в комментариях и в чате Короче Командир Ты что скажешь? Салазь Ну то есть Мы Вот это все записывается для истории Ты сам Когда тебя поменяют Посмотришь это интервью Посмотришь предыдущих там Тысячу штук Часовые беседы с такими как ты И Просто Не образованный человек Не может делать выводы Это не то что Вид Твой внешний Обманщик Потому что визуально Когда смотришь Видишь там залысину Ты в душе предполагаешь Если еще очки одеть То По-любому Профессор какой-то Ну так Так мы понимаем Люди Так воспринимаем Это нормально Но Ты получается По факту Визуально выглядишь Как образованный Умный, интеллигентный Мы понимаем Что у тебя 9 классов за спиной И нет образования Да Но тем не менее Это мне не мешало вести Пойти на войну Нет Не про войну Работать в строительной отрасли Кем ты работал в строительной отрасли? Я мастер про строительной отрасли Универсал В любых сферах По строительству То есть ты можешь и канализацию делать Трубы И работал руками Сантехнику Электрику Нет Это не разнорабочие Хочешь я тебя расстроил Ну так просто Хорошо Если человек делает ремонт Да Он наймёт универсального бойца на всё Или возьмёт Электрику Будет делать электрик Потому что у электрика Куча своего инструмента Он понимает в этом всё Потому что он специалист Он всю жизнь делает электрику Человек который делает воду Там назовём его как-то водолеем Короче Он понимает Сантехнику Штукатуру знает всё по смеси Но универсальный боец Он по умолчанию плох Я таких людей Например Никогда не нанимаю Потому что он не может Чётко делать одну работу Да Он может делать всё Так это же плохо С одной стороны да С какой стороны нет С той стороны Если же этот универсальный боец Имеет весь перечень инструмента Необходимого для работы То есть для сантехники Для электрики Смотри Смотри Мы все прекрасно понимали Что сантехник Который может положить Тёплый пол Трубы Всякую Он точно так же По общей доштукатурной работе Нужит положить сам плитку По штукатуре Электроприборы Ту же самую стиралку Он тоже подключает Поэтому он тоже во всём этом Разбирается Согласен Конечно Но спецом он является в сантехнике Да Поэтому твоя теория глина Ну Есть в этом какая-то Я не хочу доказывать Хорошо мы Ну это моя лобика Мне об этом Хорошо да Как ты познакомился со своей супругой С супругой познакомился Да Когда На дне рождения моём На твоём Да Когда это было Это было Сейчас скажу Наверное Год 2008 2008 2008 2008 И до сих пор Да До сих пор А на кем работает Она работает Оператором 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 В котельной То есть То есть Сидит за На посту Где Смотрит за Само Задачиками Задачиками Да А у неё какое образование Среднее Ну тоже 9 классов Нет Не 9 классов Она там что-то заканчила Что она там заканчивала Я даже не буду Не важно Опускаю эту историю Ты сказал Что Ты переехал В России Да Я планировал Жить Когда это было Я с 15 года езжу На работу Расскажи Я думаю Тебе тоже будет интересно Жизнь в Беларуси В 2015 году Сколько у тебя была зарплата Сколько у жены была зарплата Да Кстати мы С учётом того что Беларуси это крайне редкие Можно сказать диковинка На интервью Поэтому нам интересно Как живётся в Беларуси Причём я там был Как раз тоже в эти времена В 2015 году Сорплата у меня была достаточно высокая Потому что Это сколько? Ну где-то Долларово Если переводить в доллары Долларово 400 Долларово 500 500 долларов А в рублях это сколько? В рублях я сейчас В рублях В рублях Сейчас Сколько? До 100 рублей По-моему Это высокая зарплата А? Это высокая зарплата Да Это для Беларуси была высокая зарплата Это ещё в каком городе? Это город Не важно Это очень маленький Для этого города вообще Это была высокая зарплата Квартира там своя вот есть? Ну у меня частный дом свой А частный дом Да А супруга сколько получала? Супруга получала наполовину меньше 200 долларов Работая оператором Да Да На котельной 200 долларов это тоже нормально Это тоже нормально Ну это же государственный объект по любому Ну да Ну я заработал Я занимался монтажами окон Ага Металлопластик Да Да Металлопластиком занимался Я всё время работаю в строительной отрасли Хорошо Работал 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 Что случилось? Тревога, да? Сейчас прилететь сюда Да Да Тихо А чё Я Да потому что нас бомбили Наши же Да не может это быть Да вот не может быть Слушай, расскажи вообще вот интересно Как ты попал на фронт? Ну как Мы сейчас до этого дойдём Я сейчас Ещё пять минут И потом дальше Ты Тут будет История Потому что он знает Они Проводили спецоперацию По этой всей теме Поэтому Тут будет интересно Вид С нашей стороны И вид со стороны Сейчас мы дойдём до войны Побыстрее Что стало причиной По которой ты решил уехать С хорошей жизнью Аж 600 долларов Это для Беларуси Это хорошо В Ну Я постоянно Искал что-то более интересного Тем более мне предложили здесь в Питере Интересную работу Ну то есть решил А Нет В тот момент я уже закончил заниматься окнами Потому что я раньше занимался с производителем окон В Беларуси Окна Оливик И в какой-то момент Да давай без деталей Короче Поехал искать Поехал искать Более Ты ехал на обун или было понимание куда идти Было мне понимание куда идти Что тебе там обещали Мне обещали Жильё Мне обещали работу Мне обещали То есть мне не надо уже будет мотаться Сколько денег тебе обещали? Сколько денег тебе обещали? Восемьдесят тысяч на то время это где-то 1200 долларов Да При этом жильё оплачено Да 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 Надули Конечно Это Классика жанра Сколько платили? Платили наверное тысяч сорок Жил я На стройках Короче Мрак это был полный Так ты получал меньше чем Да 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 И сколько тебя так на ехать? На ехать мне так Где-то месяца два Потому что я понял что Это полный бред А как же получается что русские своих не на ехать? Своих не на ехать? Собры свои Да Ну множество Собшеде русских И то кончены Хорош Которые Сильно Да Вообще Работал на русских или на нерусских? На нерусских На нерусских я не работал никогда Работал именно на русских Окей Уволился Пошел куда? Пошел С ребятами еще познакомился В процессе Давай мы опускаем эту историю С пятнадцатого года По какой год ты был в Питере? Вот До данного момента Постоянно Как часто ты ездил К себе Или к тебе Жена Я хочу понять Часто вы из семьи? Два раза в год стабильно Я приезжал домой А то и три Да Типа вот Она к тебе приезжала? Нет, она ко мне не приезжала Почему? Ну Не зачем Достаточно было, что я доездил Ребенка, Питер Я хотел Вот В прошлом году Не в прошлом А вот Именно в этом году я хотел Чтобы она приехала В этом году? Да В этом году я попал в армию Каком месяце? На июне Одиннадцатого июня Одиннадцатого июня Какая у тебя была майская зарплата Чтобы понимать твой уровень жизни? У меня в майской не было зарплаты Хорошо Апрельская У меня не Я был один Что ты получал до армии? Сколько ты зарабатывал? До армии Я получал тысяч сто пятьдесят А Ну нормально Ну Майской Апрельской не было Так как Двадцать девятого Сейчас я расскажу Как я попал в эту Все You're welcome Короче Армию Ну меня ты знаешь Мы знакомы Ну да мы уже Мы уже знакомы Вы нас Нормально вывели Мы вас Спасибо вам Что вы нас вывели оттуда Потому что если бы не вывели нас Разбомбили вы На этом объекте На котором мы были На заводе Ну видишь Мы старались Благодаря вам мы выжили Ваши вам помогали тоже Выжить Благодаря вам мы выжили Чтобы не вы Нас не было бы Потому что Завод разбомбили И потом то Наши Расскажи как ты попал в армию Ну Классика жанра Как я попал Двадцать девятого марта Я приехал в Питер Постираться Что у тебя с зубами Что у тебя с зубами Ну у меня вода речь Что? С зубами Да Ничего я как бы нормально Ну улыбнись Покажи Это Ну Там Ну Мы превратились В полный Сюда Ближе Командир задавит вопрос Как Командир задавит вопрос Как попал в армию В армию В армию В армию попал Двадцать девятого марта Подрался С полицейскими В Питер И что там было? Ну я был выпивший Как раз в то время был какой-то теракт там в Москве В Хараокосе И ловили всех Всех принимали Я вышел выпивший в магазин С полицейскими Не сошлись во мнениях Мы подрались Это самая интересная наверное часть истории Ты идешь пьяный Стоит Они в форме были? Они были в форме Их сначала двое Потом было их очень много Когда у меня уже половина Стоят два полицейских Они к тебе приставали первое? Конечно Их абсолютно не тролли Они не были неинтересны И что они тебе говорят А что ты говоришь И что в итоге получилось? В итоге получилось документы У меня документы были не с собой а наверху Я шел в магазин просто взять добавки Добавки Ну и Так получилось что Один из них достал шокер И И меня ударил Ну и дальше Я их избил обоих Ты какой-то Ну у меня было немножко здоровья Занимался Ты это занимался? Ну в одно время занимался лёгкой атлетикой, боксером А Ну так Это было давно не про Они были А там были дети Обычные дети По сколько лет было? Да по лет наверно 20-22 Обычные ППСники? Обычные ППСники Зачем? Как ты детей избил? Не знаю Не надо было меня шокером бить Ты их реально избил? Они валялись? Реально я их избил Кровяха там Ну потом валялся я в этом полицейском участке Сколько Потом подъехали другие братаны и навалялись? Мне поломали руку Здесь было мясо от наручников на обе руках На ногах тоже Короче я отчет На Дошел до себя на 4-ой сутки в комиссариате На 4-ой на 3-ой сутки Ты потерял сознание от того что ты Конечно Я почему-то тебе не верю В России в великой стране не могут избивать политики Ты веришь? Да 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 Я тоже верил свято в российской тебе Сказке Пока не попал сюда Ну и мне предложили Говорят все родное Ты ж попал ты в нашу Сколько? Я думаю семерка мне прилипла бы Или вот контракт Ты отсидел там что-то? Я просто прослушал за ней Нет Я не сидел там Ты сразу подписал и сразу поехал? Да Ему даже без приговоров Меня завезли в депортационный центр Сколько по времени это длилось? Я там Ну вот с момента как тебя приняли и привезли в участок до того момента как ты попал уже там на учебку Ты ж на учебке был? На учебке я был дословно Сейчас мы еще дойдем до того момента Еще раз когда тебя забрали в участок? 29 марта у меня была драка это Меня сразу забрали Отпизили? Отпизили Угу Пока у меня рука не зажила Затем с Ломоносовского военкомата Пришел ко мне сержант С контрактом Это уже начало июня Это было 11 июня Я подписываю контракт На самом депортационном центре очень многих людей По моему 11-12 человек грузят в бусы и везут в Каменку В Каменке мы находимся Вам сказали куда вы едете? Ну конечно сказали Что мы едем на учение в Каменке А когда ты подписал контракт? Когда контракт подписал? Да 11 июня А что тебе говорили? Что было бы тебе если бы ты не подписал? Ну я получил бы срок Короче схема следующая Приехал следак и сказал Все кто не едет на войну Все сядут Ты выбрал не ехать Ты выбрал не сидеть Я выбрал не сидеть Не сидеть, да Лучше бы я выбрал другое У тебя все впереди А сколько лет должны были дать? Ну так как мне там Красочно все расписали Что я избил сотрудников при исполнении Но лет 7 мне было бы 100% Больше было бы Прикинув себе перспективы Я отписался в эту О которой я очень жалею Но это уже поздно Это уже поздно Это факт есть такое А в русской армии на сколько контракт подписал? На год То есть год и все У тебя будто не было бы ничего Да, год и все у меня было бы все хорошо Но я сомневаюсь, что у меня все было бы хорошо Потому что попавшись сюда Я насмотрелся на такие вещи Что нехренне хорошего мне не светило бы Окей Когда в итоге тебя привезли? Когда ты стал военем надел форму? Все, меня 11 привезли Одиннадцатого сразу же одели в форму Уже сразу одиннадцатого? Конечно Привезли в каменку Ну Возили, кормили нас в столовую Все эти движения Но никто с нами не занимался абсолютно Ну прям вообще ни разу? Вообще ни разу Сколько ты расстрелял с автоматом? Скоро дойдем до этого еще Давай Дальше Нас собрали Выдали нам военные билеты Закрыли на втором городке В каменке Чтобы мы никуда не просходились Угу И утром посадили В поезд Повезли нас в Марковку В Луганскую область? Да Повезли нас в Марковку Это назови еще подразделение В котором ты служил 138-я бригада 138-я бригада Повезли нас в Марковку Якобы на обучение на полигон Угу После чего мы должны были быть На укреплении границы Повезли нас в Марковку В тот же день Мы получили бронежилеты Мы получили оружие И Нас Увезли В Шебекино Угу Это число уже какое? Это было Одинннадцатая Плюс три недели Грубо говоря Конец месяца Конец месяца Это был, да Конец июня Конец Да, это был конец июня Это речь идет о двадцать четвертом Это вот в этом году Да Дальше мы поехали в Шебекино Там где Нас Опять же Никто не обучал Абсолютно никто Угу Мы копали Какие-то Ебучие Блиндажи Блиндажи В перерывах Блиндажи Чуть Блиндажи Да потому что Нас физически Блиндажи Избили настолько Чтобы Мы ходили уже Как тени Угу Если вы отказывались Копать Что было? Да не было бы Ебучие 500 Дальше везли бы В Россию Обрабатывали бы И У тебя варианта Просто никакого не было Нас Нас кинули Как мясо Мы до мяса дойдем Дойдем до мяса Ну хорошо Копали вот эти Блиндажи И в перекурах Вот Старшие Вот эти люди Которые Были над нами Командиром Нам объясняли Вот Смотри Повязки налаживать Так Жгуты налаживать Так При это самое При ранениях Конечно Нас Не обучали вообще Нам что-то Чуть-чуть привили Чтобы мы Какое-то понимание Просто имели Угу Дальше что Что у вас там было Таких Да много там таких людей Было Все практически Ну сколько Ну сколько Ну я думаю Человек там У нас Что было сто процентов Рота короче Да Затем нас отвезли Наполеон Первый день мы Постреляли Наполеоне Нас привезли обратно На завтра На завтра Нас завезли Еще На два дня На полигон Там мы Постреляли два дня Включая Ночные стрельбы Ну и Два проводника У меня У меня было Семь магазинов И Было Две гранаты И Все Были опытные командиры Или Все Было Из вот этой сотки Которую Там Всех людей Которых собрали Абсолютно Ну а группы Были поделены Меди группы Гранатометчик Да Ничего не было Все с автоматами Все Медика не было Никого Ничего не было Хорошо Куда вы пошли И сколько вы шли И Мы шли Я думал Что мы где-то здесь Уже будем базироваться На ком-то укрепе На границе Но нет Нас повели дальше Нас Нас Повели дальше С того Что я помню Мы зашли на Какой-то Просвет Там Нам У нас Забрали Наши же Вещи Которые У нас были Нагрузили нам Как Вот Ребята Которые были На этом просвете Это название Позиции Да На которой Нас загрузили Армейским Этим Едой Там Тушен Банки с тушенкой А вещи личные Куда А вещи личные Сказали Вам уже не нужны Ребята Вот вам Пожалуйста Ну Телефон Карточку Что-то Я все это забрал Карты с ним Повнимали Авиарежим Я имею ввиду Теплый Кашель Береги его Кашель вообще ужасный Никто же не Лечил нас Туберкулез Да не Сомневаюсь Просто на одном из постов Я сидел Там Двухсот И лежал Я думаю Трупными Я надышался И сейчас Просто легкие У меня Счастливы От этого всего Понял Хорошо Личные вещи Забрали Тебе дали провизию Да Нагрузили провизию И отправили дальше В рюкзаке В рюкзаке Который Неподъемный И первая позиция Куда ты зашел Первая позиция Мы шли Куда-то Волчанске Зашли мы По-моему Это было Поликлиника Угу Ты все донес Я все донес Угу Были те, кто выбрасывал Были те, кто выбрасывал Кто не мог идти С этим всем Потому что это действительно Очень тяжело Что ты видел, что выбрасывали? И воду выбрасывали И банки с тушенкой выбрасывали Потому что это были неподъемные Короче, я так понимаю, что эта дорога была усыпана добром Эта дорога была усыпана добром Предыдущий пленный рассказывал Приблизительно Я вначале ему не поверил Он не из него Но рассказывал, что ему нагрузили кучу быка Я же почему про быка спросил Ему дали цинки И еще какие-то такие И пока они шли Все вот там 10 человек, которые шли Они все выбросили Они пришли только с магазинами Они уже не могли идти Да, такая правда Такая правда Дальше Дошел ты до поликлиники? Дошел я до поликлиники С поликлиники мы потекли На больничку Нет, на недострой Сколько ты на поликлинике был времени? Не, сколько ты держал там? Нисколько Мы сразу зашли туда И спрашивал Пошли дальше Мы там часть какой-то провизии сбросили И пошли дальше Это все 6 число? Это все было 6 число Затем мы пошли на суд Уже с крайней нашей точки Пошли мы на суд И суда я ночью Должен был В составе проводника И Еще одного человека Выдвигаться где-то На какой-то Опорный пункт Где мы должны были Находиться Ситуация вышла Такая Нас Не помню уже То ли в 2 часа То ли в 3 Разбудили Дали мне опять же Вешмешок этот С провизией Вывели С проводником Я даже не знал куда я иду Говорят бежи за проводником Я понятия вообще зеленого не имел куда я бегу Бежи Говорят за проводником И мы вдвоем С напарником Побежали за проводником А ночь Не ориентируешься ни в местности Ничего не видно Проводник вырвал конечно И Растворился в ночи Вот такой у нас был проводник Мы его звали звали С напарником Так не дозволить И куда вы дальше пошли Если потеряли проводника И вы не знали куда вам идти Мы отбежали от этого суда Вот это была вообще страшная история Мы отбежали от этого суда Где-то метров сто В суде остались еще люди? Конечно в суде Сколько в суде было людей? В суде было много людей Ну ты так думаешь сколько? Ну я думаю человек там Тридцать или сорок Точно было в суде Ааа В тот момент В тот момент Сейчас у нас тут техническая беда О Ну и что? Я же наслышан был про этих Бабы йоги Все эти сбросники Все Наслышан Но Но Без малейшего понятия Как они действуют В общем я был в охрененном шоке Что я ночью нахожусь на какой-то территории Непонятно где Не знаю куда идти Абсолютно без каких-либо навыков Так что там такого было? Было Начали прилетать птички Бомбить У нас Были Это 6 июля Это было уже 7 У нас там еще не было Все Там кто был? 57 Да? 57 57 Четкие бросавки Ну конечно четкие Спасибо что не попали по мне Да это не четкие красавки Придвинься ближе ты из кадра выползаешь Ну и это самое Начали бомбить птички Между копками Вот это еб***чих блиндажей Когда я слушал Что говорят инструктора Как себя вести в подобных ситуациях Они говорят замри А мне еще удобная позиция такая была Я забился головой под дерево У меня была часть стены То есть мне сложно было по мне попасть И я действительно там замер Вот в этой позе Я пролежал наверное часа 3 или 4 Птички потом перестали надо мной летать То есть они подумали что я уже 200 А поддельник где тут? А поддельник отбежал дальше У него попал в рюкзак 200? Заряд Нет не 200 он тоже Потом Убежал Угу Я пролежал там до обеда В этом всем Жара ужасная Воды нету при себе Да вообще кроме еды нету при себе Пить хочется Идти не знаю куда Обратно вернуться Не знаю куда Никто меня не ищет Я там покричал покричал Всем Всем логом послать Меня просто Выбросили Иди дойдешь дойдешь Не дойдешь Это твои проблемы Вот так нас работает Наша армия Хорошо Дальше 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 Каким-то образом Мне удалось по открытке Добежать До Больницы Больницу я узнал Потому что я помню Что мы выходили из этой больницы Накануне Угу Добежать до больницы Я еще конечно не знал Что там все заминировано было Пробежать по полю И запрыгнуть в окно В больницу Вот это мне удалось Угу Где наша доблесть 138 бригада Охренела вообще Че нахрен Что я пробежал по минному полю Бл***ть Меня никто не застрелил И впрыгнул к ним в окно Ты впрыгаешь И там кто? А там Русские Которые меня сразу не заборонили Чего? Чего? Потому что как раз в этот момент шел накат На больницу И они думали что это Кто-то из вас забежал туда Понятно Что было дальше? Дальше Меня отправили на недострой На котором я просидел месяц Ну ты просто там сидел Или там были какие-то позиции Ротации у вас Вы менялись? Никто там Никаких ротаций у нас не было никогда У нас люди зашли Затекли и все Даже раненые Легко раненых людей Никто не менял Никто никого не уводил никуда Их лечили на месте Осколки никто не вынимал Месяц Сколько вас было на этом недострое? На недострое нас было Сейчас скажу Раз, два На одном посту два человека На втором три И там Четыре Четыре Пять Девять Человек Ну Короче десять человек Вы месяц Тусовались на недострое На недострое Еда Вода у вас была? Еду Воду нам подносили Но тоже Скудную еду Питание было вообще скудное То есть Что давали? Давали какие-то макароны Какую-то Тушенка иногда заходила Какие-то каши Но мы это все готовили сами Понятно Бои были какие-то? Что-то происходило? На недостройнике боек не было Когда ты снялся с недострое Что было дальше? С недостроем меня перевели в суд В суд? В суд Человек который отвечал за провизию Ему приносили Руки с провизией И он ее распределял по точкам Сколько ты в суде просидел? В суде просидел месяц Это Подожди На недострое месяц Это уже был август Да В суде месяц Это начался уже сентябрь Да Да Так Хорошо Бои были какие-то в суде? Нет В суде боев не было Не было У нас просто бомбили Закидывали FPV Дроны FPV Артиллерия Все это самое Дальше что было? Какого числа ты суда снялся и куда? Дальше суда я снялся На Именно на этот завод Где Ну вы же не прям суда на завод шли? Я именно шел суда на завод Я шел суда на завод через три точки Сколько вас вышло? Мы вышли двое Два человека Два человека мы вышли сюда Это проводник у вас был? А? Проводник был? Проводник большой Он должен был быть старшим на точке в этом На заводе Он шел туда старшим И он же был как проводник А второй твой был проводником? Да Да Большой А когда вы выдвинулись? Так Мы прибыли двадцать четвертого по моему на этот На объект Двадцать 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 По моему двадцать третьего числа мы выдвинулись Двадцать третьего числа вы суда пошли на завод? Да 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 пошли на завод Вы уже там? Мы уже там во всю движевали Да Расскажи зрителям что происходило когда началась ваша движуха операция и какая у вас задача была? Ну у нас была задача зайти зачистить завод вернуть его под наше владение так сказать Ну в принципе мы с этой задачей вроде справились да? Да справились на отлично ребята Когда у вас началась эта задача и сколько она длилась? Блин честно даже не помню потому что ну тут дни не считаешь Где то ну там две с половиной недели мы По моему двенадцатого числа Двенадцатого числа да по моему Или пятнадцатого Просто я то раньше приехал сюда чуть-чуть Вы знали для чего вы идете на завод? Нам опять же говорили в крайний момент Вы идете на укрепление завода На укреп завода Ну вы же слышали до этого что происходит на заводе Что как там ну все таки что рация аж есть там у вашего старшего вы же слышите Мы это слышали но дело в том что если ты не пойдешь Обнуляли? Обнуляли А ты видел как обнуляли? Я лично не видел я слышал за это И что там обнуляли? Я могу сказать за то что я видел конкретно За то что я слышал что будут обнулять и слышал что людей обнуляли за невыполнение задачи Приветствую всех Моя программа продолжает успешно работать Практически год прошел от момента ее запуска Интересует информация с линии боевого столкновения От рядовых сержантов, офицеров, связистов, старших офицеров От офицеров штабов Плачу быстро оперативно после проверки информации Также очень сильно сейчас нужны офицеры которые служат в ПВО, ПРО и в принципе ВКС Летчики, испытатели, инструкторы, инженеры Сотрудники различных военных аэродромов Пишите пообщаемся Хочу напомнить что у нас на законодательном уровне Работает программа по которой вы можете заработать до 2 миллионов долларов США Наличкой или в любом удобном для вас виде По традиции Ватсап в приоритете Телеграм и для староверов Электронная почта Если приказ поступил ты в любом случае должен идти Я понимал что я вот когда шел на завод Я каким-то чудом это дошел Я до сих пор не понимаю как я тут дошел Ну и проводник же тоже дошел, да? Это не проводник Ну мы вдвоем шли Да, мы вдвоем дошли, да А остальные ребята не дошли Что с ним? Двухсотые, трехсотые Что в рацию? Ну рация по идее у вас начала разрываться с 12-го числа Да она все время разрывалась И что вы понимали что происходит? Да понимали что идет полный п*** с нами Мы понимали это Но... А что ваши вам в рацию говорили? Вот мне интересно больше когда Ты уже зашел на завод там Ты увидел Сослуживцев своих Не всех живыми Держитесь, крепитесь Помощь уже идет Помощь уже идет Да, помощь пришла Выйти по два там еще кто-то два Капом вл***ть Ночью в этот Наша же Завалила нас Давай так Ты заходишь 24-го числа Встречаю тебя твои коллеги подельники Что они тебе говорят? Они все истощенные Они все голодные Они хотят... Они как тени передвигались Хотя тоже когда шел на завод Я не бежал, я шел А все это истощение Потому что нету Ни провизия Ничего Ну у тебя же было на суде еда На суде На суде тоже нас кормили Тарелка б***ь Или пол тарелки супа Днем И тарелка или пол тарелки супа Вечером Плюс Постоянно был В наряде на глазах Сидел Где меня Разб***ли эти птицы Я тоже удивляюсь как я выжил там И всем б***ь Что они говорят жители завода? Жители завода Они сами были в шоке б***ь от этого всего Но вы же как подкрепление пришли? Мы пришли как подкрепление Но какое подкрепление? Мы сами никакие А что крепить? Как крепить? Трупы там были на заводе? Да На заводе были Сколько трупов? Я по-моему два трупа там видел На заводе Что они ели? Они ели что? Несколько дней они вообще на заводе ничего не ели Потому что им ничего не сбрасывали Потому что мы им перекрыли снабжение воды и еды? Да Ну так ты же называй вещи своими именами Да вы перекрыли им все Ну да Я принес там У меня было наверное Около килограмма гречки Банка тушенки Вот этими ребят накормил Что у меня было Я поделся паром И вот что мы ели Всем б***ь было вообще на нас Вообще всем б***ь Начальству Расскажи Ты так эмоционально начал рассказать что по вам в своей жизни Это когда было? Это ночью когда мы затекли на завод Ага Был прилет авиации Ага И как раз прилет был недалеко от того угла где мы были Нас присыпало там Были 200 из-за этого или 300? Нет Нет Именно Закончилось вот это Легким испугом Просто нас Присыпало А как вы поняли что это ваше? Ну Самолет Которым давали координаты на соседнее здание А вы координаты давали? Или с другого здания? Из другого здания давали координаты на соседнее здание Конкретно по нам Ну то есть хотели в**ать и вас потому что там были мы В вашем здании только с другой стороны Ну вот видно хотели в**ать нас в всех местах А вы когда в здание зашли? До 12 числа Это было не главное здание? Ну у нас просто там чуть У них это называлось главное первое здание У нас мы чуть по другому заходили Как бы не буду говорить как У нас было первое здание там где вот Ты был Зашли мы в него 12 числа и Еще сразу в три здания и начали потихоньку работать В их здании мы чуть уперлись потому что они сидели там как в цеху Ну таком За станками Да за станками такими их И мы решили Продвигаться дальше и взять их в кольцо и отрезать их от воды, еды и так далее И мы их отрезали и морили голодом Так сказать Это не вы тут? Да это мы здесь, это мы Да А где ты? Я по-моему Та вот и по пальцам тебя возьми Вот это, да Фотография будет вставлена Прикольный момент Это тоже дополнение к тому что Говорили что там нету Ты курсишь что русские сказали что Да я слышал что они там бред какой то говорят что там никого не было Они хотели защитить нас вместе Чтобы никто из людей не узнал правду действительно что творится то здесь Что вы делаете? Зачем вы это все делаете? Ну ты зачем то пришел сюда, а не в тюрьму захотел сесть за свои поступки Был свято уверен в то что говорят в медиах Расскажи вообще про пропаганду в России что говорят чисто мне интересно для себя думаю В России говорят что здесь украинцы пи***** Которые б***** Нет у них ни ценностей, ни нравов вообще ничего б***** Убивают своих, вот это я еще слышал б***** по медиам Ну ты видел что по нас убивали своих? Я когда сюда зашел Я просто был в шоке Вот эти б***** что вы б***** Это вы б***** что их называете б***** Ты не перебуду я сейчас скучаю Вот эти б***** которые вы называете Они накормили нас, напоили, встретили б***** так Как в плену относятся? Расскажи На тебе хоть раз кто-то руку поднял или нет? Да никто руку не поднял Никто голоса не поднял Ну это Я понимаю Может быть еще какой-то есть нюанс Но в данный момент б***** нас Я просто был в шоке от того что я здесь увидел А именно в шоке от того как относится наше командование к нам А именно те которые б***** Находятся именно в этих подвалах б***** и людей пачками отправляют на смерть На стопроцентную смерть Я только здесь прозрел на глаза б***** Что они делают Люди отправляют на стопроцентную смерть Как тебя взяли в плен? Как это происходило? В плен как и всех Нас закидали гранатами Начали обстреливать Мы Сначала фипи вишки повлетали Потом тюльпан Не тюльпана Что там влетело Под станки Станки аж подбросило Парней поджигало Мы Сразу же Откатились В здание Которое Находится рядом Внизу Через окна Сопротивление было бесполезно Мы все были оглушены Оглушены, обессилены и ослаблены По итогу У них вот этот термин затек Затек ты когда на завод? На завод затек я 24-го Когда тебя взяли в плен? 25-го Полтора суток я пробовал на заводе Полтора суток я пробовал на заводе Как ты думаешь, почему так получилось? С заводом, с людьми? Почему русские пишут, что Они взяли Освободили завод Зашли на него И там не было вас Почему так? Они пишут все это Да им просто пикерно Нас всех Пофиг на нас что мы там находимся Им всем пофиг на нас Пофиг на своих людей И они именно хотели зачистить этот завод Именно потом С напалом что-то прилетело Это что такое было? Это когда вы уже нас увели Горел завод Когда они это самое Они хотели вас вместе с нами Ты сейчас тут не сидел Да, чтобы никто правду не узнал Да, конечно Они именно для этого сделали Но вы в свое время нас увели оттуда и ушли сами Единственное там еще оставался один раненый Которого не успели эвакуировать Которого сожгли же наши А наш раненый это был наш И наш же его и уничтожили Что значит уничтожили? Он был тяжелый, его не смогли увезти Он был тяжелый, его не смогли увезти Не успели, хотели забрать его, хотели вернуться Но не успели, потому что начались прилеты и разбомбили завод И не разбомбили, да То есть спалили его Его спалили живьем Наш, наш Спалили его живьем там В санчасти был на заводе? Там где были Трехсотые? Нет, в санчасти не было на заводе Ну ладно, если он не был то я не буду рассказывать Чтобы он не успел Я не успел еще Ну у вас получалось там схема какая Что когда кто-то трехсотился Он умирал от чего? У нас Да У нас если кто трехсотился умирал От ран полученных Умирал от заражения крови Вот на это я насмотрелся Это где было? Это и в суде было Это было А на недостойке нет На недостойке людей эвакуировали А вот в суде А в суде ты не рассказывал? Что у вас там были двухсотые? Ну конечно были двухсотые Сколько же? Не двухсотые были Трехсотые были Люди получали ранения Затекали Обратно в суд Там им помощи никто никого не оказывал Там был у нас доктор Который понятия не имеет вообще о медицине Ты говорил что ты провел сутки с двухсотыми Я не сутки с двухсотыми провел на посту Я на посту Пока его не сожгли ФПВшками Я просидел наверное Смен пять или шесть Это где? Когда ты был на суде? Это когда я был на суде, да Тебя поставили куда-то на эспешку Да, 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 да Конечно там лежал двухсотый Но он лежал на открытке Убрать его не было возможности Там можно было перебежать мне на эспешку Спрятаться И вот именно я там просидел на эспешке Наверное Недели полтора Проходил в наряды Туда Он все время лежал Я надышался настолько вот этим трупным ядом Ну я надеюсь что Я еще выживу Получается Ты приходил Он лежал Ты уходил Он лежал Конечно Тебя менял другой чувак Да, да, да Чего вы не оттянули? Там была открытка И он был очень габаритный этот двухсотый Мы не могли его просто физически поднять Мы физически Сколько он там лежал? Ну он лежал где-то полтора недели Потом прилетели ФИПВшки С термобарами И его сожгли Две штуки Улетел тогда в окошко Я успел запрыгнуть В этот В лаз И таким чудом я не сгорел там Вам нравилось? Да мне уже было Честно говоря По-любому На границе исчерпания И психологического И физического Это Мне уже было Может было бы проще умереть Не проще Расскажи зрителям Где твоя форма? Потому что буду говорить что ты актер Аааа форма моя? Ну конечно я актер Форма там эти ошметки Которая вся За Грязи В этой селе Потому что не было возможности Не помыться Не искупаться Не поменять форму Здесь не происходит никакая Ни ротация Вообще не хуй Это полный Вот ребятам спасибо Когда взяли в клин Что сделали мы? Накормили Дали нам одежду Дали нам возможность умыться Я Я просто в шоке От этого С того что Они сделали И то что вы мне рассказывали Что делают здесь в клюну На хуй людей Заводить такой Блудень Что здесь плохие люди Здесь нормальные люди В разы лучше чем вы Вы Не заботитесь о своих Гражданах Вам На всех И посрали Вы в кину людей А дальше Люди Как хотите Пи***ь После этого всего Вы до последнего момента У нас Вы говорили Крепитесь Крепитесь А вы нас тупо Надули А потом хотели Взорвать И выжечь Дабы никто не узнал Правду О том что вы делаете Спасибо вам За прозрение мое на глаза Большое спасибо Я Просто Всего Заши Кучих сказок Мне нечего дополнить Подужу Где что сейчас спросить Давай наберем Так На матюкался Ты критик будет Да вообще Пу***ь А что после плена будешь делать Пойдешь обратно Я хочу Заниматься А если заставят Я не хочу вообще Возвращаться Туда Да Там мне Не сможешь жить Понимаешь Тут Ты будешь сидеть в тюрьме Надо рассматривать Какие-то варианты Меня Сто процентов Раскатают Заставят На штурм Или открывать После этого Что такое открывать Пойду буду бегать Вызывать его на себя Выявляю оппозицию У вас есть У вас есть такая тема Да Здрасьте 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 Знаете меня Нет Не знаю Плохо Ну хорошо Меня зовут Дмитрий Я журналист из Украины Ага Видно Видно Да Ага Я уже поняла По звеньку меня выбила А Там было написано Да Украина Украина С ней пи***а Там написано Да Наши военные этим занимаются Ваш муж В кляну Как вы поняли Угу Знали Не знали Не знала Вот Если вы хотите с ним поговорить Мне нужно ваше согласие На записи Публикацию беседы А куда вы будете публиковать это? У интернета американский На ютубе А если я не согласна То что нельзя поговорить? Нельзя Это правило ютуба Все должны быть согласны Не нужно Я тогда не буду разговаривать Не нужно А че вы На публикацию Я не согласна Потом проблемы будут Не нужно Нужно Не нужно Там у нее будет проблем Да хорошо Я услышал Подожди Че ты Вы живете ж в свободной Вы живете ж в свободной стране Какая свободная Свободная? Свободная страна Свободная Свободная Твоя жена боится с тобой поговорить знаю потому что это них ты будешь смотреть это видео и тебе будет стыдно и всем твоим соседям задушит это если она еще попадет в youtube понимаешь прикольно прикольно вот и прикольно ничего прикольно вообще жесть батька вот это такой как ты хотел то я никак не хотел я хотел чтобы все все у нас там все да я знаю есть батальон коленовска надо там и бдк и бдк поэтому не надо короче тут за есть правильные белорусы а есть такие ты же неправильный белорус ты же воевал я дал чтоб поперся в эту не вникая в суть куда лезу так вот суть вникла в тебя суть вникла в меня да суть вникла в меня жена не хочет и ты сама на работе на какой работать стратегической у нее проблем просто оператор ну чтобы понимали короче оператор котла то есть она приходит у нее журнал я так думаю я не знаю в котельне был когда мне было вот столько мы туда лазили и получали короче за то что туда лазили я так понимаю там есть какой-то журнал и вся ее задача сводится к тому чтобы она в этот журнал писала какие-то показатели с какого-то там барометра если что-то не так она где-то идет и что-то подкручивает что-то делает не знаю чего он делает работает но на стратегическом предприятии работает что отказывается поговорить с мужем у которого с которым у них совместный ребенок ты понимаешь какая нагонка там идет сейчас какая гонка вышли кому ты надо кому я надо вообще кому ты надо за свои да никому в том-то и космическая отрасль прямо а ты не знаешь к этому как а потом идет на сколько служб проверяют сколько всех этих даже вот этих операторов чтобы она не сделала что чтобы не подорвала с работы могут вы надо да да проблем прямо так же выгодит потому что муж нацистском плену сейчас он у тебя вооруженные силы когда-то мужа да и вообще мне честно говоря ты нужен вместо тебя надо забрать нашего военного правильно ну я не знаю ну потому что короче смотри у нас по традиции военно-пленный обращается к своим землякам у тебя земляки и белорусы просто последний белорус которым я базарил он тоже на нервы меня вывел кардиограмма бабушки так называемая можешь обратиться к своим сябрам надо сюда идти не надо сюда эти шо делать шо брать с собой если хочешь вот туда говори парни идите сюда на войну ни в коем случае потому что это не русских земля это не наша земля здесь у них своя земля они они нормально люди они хотят просто жить спокойно чтобы никто их не трогал и не за вот эта пропаганда это полный бред бабки вот которая кто идет именно за бабок сюда они не стоят вообще не эти бабки вас тупо возьмут на убой да вам бабки заплатят на вас возьмут на убой и вы с ним бабками сделать если это для тех кто идет за бабки не идите это это не война это уничтожение людей уничтожение русских через русский она может сказать что нибудь на по всем русский по белорусски что сказать когда же самое только на белорусском на не скажу потому что белорусского языка настолько хорошо не знаю а хочешь кто нибудь ты можешь стать лишь белорус ты просто когда вы громадяне не видите воевать и то есть баржу зле ты просто по тексту было непонятно к кому обращаешься к белорусам или к русским потому что ты говоришь это не наша земля вот я сейчас сказал по-белорусски когда вы перестали жить в живом месте почему там это произошло ну раз уже вы такие откровенные я же увидел ее отношения что произошло в пятнадцатом году ничего я просто уехал почему ты просто уехал то ты пила ты пил да я начал выпивать и она тебя вы нет не было такого я ушел сам я ушел сам карты сложились короче на самом деле все просто потому что мы увидели как она с ним нос есть у нас не хочет разговаривать это понимает и когда с питера приезжал ты приезжал чисто к ребенку конечно с ней ты не базарил там за одним самым вы не сидели конечно так вот всю кину все наше вот это кино короче что ты там порядочный семьянин нет мы 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 с ней общались но отношения у нас все вы разные чужие люди поэтому нам так удобнее аж правую историю почему ты не расписался ну шампион послал а ты ее вот и вся история о правда короче люди прошу в комментариях поддержать командира поддержать их подразделения и все подразделения тимура которые четко парни сработали вообще четко молодцы вот подразделение тимура управления разведки зачистили завод от белорусов батька ты нарываешься бацканом смысле тот самый бульбафюра не что добавить да нечего чем не добавлять я думаю может ответить на твой какой-нибудь вопрос если он есть я про я про жрел звук на глаза на с этим всем есть вопросы какие-то ко мне вопросы есть эти молодцы ребята спасибо за за то что выдачу нас оттуда и не не убили нас а пожалели на этой борьбе ты знаешь что с тобой будет дальше примерно до что поеду в тюрьму потом на обмен а потом меня обратно если меняют мою забросить открывать не с учетом того что ты гражданин соброшен тебя судят за наемничество скорее всего получают то что куда попал то что заслужил то что заслужил да так что все лайк комментарий подписка плохо что прозрение приходит поздно но трудно так она есть сколько тебе полных лет 47 все скажи что подписывались на youtube канал там плюс 12 это сколько будет 59 ну 60 откинешься нормально как раз никому не нужен ты не нужен не потому что белорусов они меняют нашим бацко сказал их туда не отправлял нет конечно он правильно сказал правильно сказал ну так все спасибо короче нет вот ну вот 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 вот